Всем привет, с вами Гофыч, и как вы уже поняли, сегодня мы будем обсуждать, рассуждать и просто тестировать Е100. Вчера у нас произошло обновление под названием 10.3. Произошел небольшой ребаланс танков, ну как, небольшой, довольно-таки огромный, и некоторые танки он убил. И как по мне, Е100 для меня, ну и для всех любителей данного танка, к сожалению, умер. Да, вы спросите почему, увеличили средний урон, теперь у нас вместо 640 единиц 680, вот вы в принципе видите, 680, 580 и максималочка фугасами у нас 1200 вместо 960 единиц. Но в принципе вы скажете, блин, Гофыч, да увеличили урон, это же круто, но у этого всего есть обратная сторона, нам увеличили время перезарядки. В стоковом варианте у нас было 17.45 секунд, сейчас у нас 18.98 секунд. И я отыграл уже на Е100 пару боев и понял то, что нужно записывать видео и просто трубить, кричать, орать во все, я не знаю, свои голосовые связки, потому что Е100 на данный момент вообще не играбельный. То есть его полностью убили, раньше на нем можно было нагибать, а сейчас... Сейчас ты какой-то ПТ-САУ. Вы спросите почему? Да, блин, я сыграл, говорю, пару боев. Просто я делаю один выстрел, на меня выкатывается любой тяж. Я уже молчу просто про СТ-ЛТ, они просто меня уничтожают. Я делаю один выстрел, они успевают сделать там два и более. А это уже, ребят, очень ощутимо. Хотя Е100 и до этого был по перезарядке не очень-то быстрый, но при этом комфорт был, урон был. А сейчас у нас как бы и урон хороший, но при этом у нас перезарядка, блин, на целую секунду больше. А это, знаете, как ощущается. Это очень ощущается, я вам скажу. Но кто-то из вас может сказать, Гуфыч, да ты просто, наверное, мало на Е100 в прошлом играл, сейчас он вообще конфетка, урон наносит. Конечно, да, перезарядка, но урон того стоит. Я, честно скажу, нет. Потому что я отыграл на данном танке уже более 500 боев, конечно, у меня средний урон маловат. Но все же, я на данном танке играл с комфортом, даже максималочка, у меня практически 7000 на нем. Играл, я нагибал, а сейчас я не знаю, что на нем делать. Стоять в кустах, но как бы стоять на тяжелом танке в кустах, это уже какой-то маразм. Ну и давайте же зайдем в бой, и я вам покажу, что случилось с данным танком. Ну что ж, ребят, первый бой берет у нас свое начало, и я еще хочу добавить. На минуточку, 680 урона, это у нас средний урон. Но у нас же также и минимальный есть урон. Прикиньте, вы наносите 600 урона и стоите в КД целых 17 секунд. Вот я выстрел сделал, и я просто стою. Я и до этого стоял на Е100, но прикиньте, сделал выстрел и стоишь. Стоишь, ждешь. Это очень печально и на самом-то деле грустно. Потому что Е100 был один из моих любимых танков, но на данный момент это, к сожалению, ну все, печально. 549 урона. Голдой 549 урона и стоим в КД 17 секунд. Не как раньше 15, а 17. Кайф. Но все же, единственный плюс данного танка, то что у нас сейчас есть вот такая тема. Вот такая у нас тема есть. 931 урон я нанес фугасиком. Фугас сейчас довольно-таки бодрый. Мне он нравится, потому что ты просто берешь и вкатываешь там на 1000 урона, на 900. Ну и от этого, да, кайфуешь. Кайфуешь безусловно. Опа, дружище, дружище. Голда. Ну давай мы тебя голдой продываем. 519 урона. Ну что ж, поделать. Тихо, давайте атакуем. Сближаемся. Сближаемся. Будем пушкой пытаться ловить. Я не знаю, получится, не получится. Но, надеюсь, поймаем его выстрел. 632 урона. Ну просто, ну блин, где мои заявленные 680 единиц. Вот просто, ребят, за весь бой, где 700 урона. Вот я дал, конечно, фугасом, но это фугас. Практически на любой пушке фугас довольно-таки неплохо вылетает. Но сейчас мы что увидели? Голда 500, обычные снаряды 600. Но при этом 17 секунд перезарядки. Это же просто капец какой-то. Ну и давайте же, ребят, не будем забывать, то что у нас минимальный урон 510 единиц. За 17 секунд. 510 единиц. Сочно. Ну и, соответственно, прочно. Залетаем мы в новый бой. У нас где-то тут хэвик стоит. Давайте туда нанесем урона. Броня не пробита. Кстати, да, на хэвике тоже у нас немного зашили ему башню. Так что, возможно, возможно, я данный танчик выкуплю обратно. И мы его протестируем. Потому что, ну, очень интересно. Может быть, действительно данный танк заиграет новыми красками. И не будет пробиваться, блин, каждым ЛТ, а тем более СТ. Ну, ребят, как по мне, у данного танка самый-самый минимальный урон должен быть, ну, примерно 600 там. Ну, пусть 610 даже. 620 единиц, чтобы можно было играть с комфортом. Так как у нас перезарядка, вы сами понимаете, ну, очень большая. Очень большая. И это, ну, будет являться камнем преткновения. А так как у нас минималочка есть 510, и за 17 секунд это прям, это прям все очень и очень печально. Просто теперь геймплей на данном танке более сейвовый. Тебе нельзя залетать в кучу противников, так как у тебя перезарядка большая. Ты не можешь себе позволить играть нагло. Ну, можешь только за счет, за счет того, что с тобой будет подмога. Ну, и давайте же подведем итоги по нашей пушке. Нам добавили урона, но при этом нам очень сильно увеличили перезарядку. Это сейчас очень, прям очень заметно и больно. В некоторых моментах, когда на тебя налетает толпа противников, ты не можешь, как обычно, раскидывать всех направо и налево. Также, если бы я добавлял урона данному танку, то я бы увеличил там, ну, хотя бы на 0.6-0.7 секунд перезарядки, но не больше секунды. Потому что целая секунда, она, ну, прям действительно дает о себе знать. Но так как у тебя большая моделька, тебе этот урон, ну, практически какой-то крутой роли не играет. И это на самом-то деле плохо, как по мне. Ну, и самое, конечно же, главное, это у нас пробитие. Его, к сожалению, не увеличили. Оно осталось прежним и голда у нас все же, ну, как по мне, не очень. Потому что Е100 и Е100 и под небольшим углом ты уже сам себя пробить не можешь. И это очень-очень плохо. Заряжаем 695 урона по Яге и укатываемся. Также, ребят, я жду ваши отзывы, ваши мнения в комментариях. Кто уже поиграл вдоволь, хотя бы там, боёв 10 отыграл на Е100. Ну вот смотрите, ребят, я урона нанёс обычным снарядом. 510 единиц. 17 секунд перезарядки. Минималка вылетела. Самое минимальное значение по урону. Ну что это такое? Я остался один и всё. Меня сейчас отпинают, потому что у меня перезарядка. Ещё 10 секунд. Всё. Что я сделаю? Я ничего не сделаю. 3, 2, 1. Я до сих пор перезаряжаюсь. Меня уже отпинали. Вот просто, ребят, понимаете, если я даже буду стреляться с грилем, у него сейчас 11,3 секунды перезарядки. Я делаю выстрел. Он делает выстрел. И он делает, грубо говоря, второй выстрел, пока я перезаряжаюсь. Он мне наносит даже при его средних показателях 1000 урона за 2 выстрела. Я ему наношу 510. И всё. Что говорить об этом танке, я не знаю. Просто Е100 это любимый мой танк. И как по мне, для меня он, ну, просто умер. Ну, я в нём смысла сейчас не вижу. Ну, играть на нём для чего? Ну, я понимаю, если бы они увеличили до 16 секунд перезарядку. Окей. Ну, хотя бы 16,2. Десятых. Но 16,7 секунд, это, грубо говоря, без трёх десятых уже 17. Это практически 17 секунд. Но при этом, вы сами видели, у меня вылетело 510 единиц урона. Гриль даёт за 11 секунд больше урона, чем я за свои 17 секунд. Просто суть такая, то что наш танк очень большой. Один из самых больших танков в игре. При этом, у нас большая перезарядка и очень велик шанс, что у нас вылетит урон в 500 единиц. А при голде я вообще молчу. Мы же никого перестрелять не сможем, кто на нас ДПМный просто выкатится. Это всё. Так что, ребят, не знаю, как вам, а для меня Е100, к сожалению, умер. А на этом всё, ребят. С вами был, как всегда, Гофич. Огромное спасибо вам за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на группу в Телеграме. Всем удачных боёв. Ну и, конечно же, я жду комментарии по поводу Е100. Всем пока-пока.